Здравствуйте! Это новости на канале НСК 49, студии Мария Левина. Карта жителей Новосибирской области, рождение ребенка, все это цифровые сервисы, уже доступны населению. Какие еще социально значимые услуги в электронном виде могут получать сибиряки в нашем регионе, а также о выплатах и нематериальных мерах поддержки семей с детьми, журналистам рассказали представители профильных областных министерств. В Новосибирской области мер поддержки семьям с детьми довольно много. Одни из них перестают работать или переходят в другие программы, вторые появляются и процесс этот, похоже, бесконечный. Впрочем, существует помощь, которая пользуется наибольшей популярностью у сибиряков. Очень популярной востребованной мерой у нас является выплата при рождении третьего и последующего ребенка в семье. Данную выплату у нас получили в прошлом году порядка 14 тысяч семей. Она платится в размере прожиточного минимума ежемесячно. Тоже интересные меры поддержки у нас является семейный капитал. Он предоставляется также при рождении третьего либо последующего ребенка в многодетной семье. Сейчас его сумма достигает 146 с небольшим тысяч рублей. Этот капитал можно расходовать по многим направлениям. К примеру, на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на приобретение автотранспорта или компьютерной техники и многого другого. Около 4 тысяч многодетных семей в Новосибирской области ежегодно пользуются такими сертификатами. В Министерстве труда и социального развития региона отмечают, все больше услуг семьи начинают получать без заявления и в цифровом виде. Порядка 70% в целом наших услуг предоставляются в электронном виде. То есть граждане подают заявление с портал госуслуг и далее они обращаются в органы социальной защиты. Им все предоставляется по СМЭФ-запросам, по межведомственному взаимодействию. Из вышесказанного следует, что в этом профильном министерстве еще есть над чем работать. И по предоставлению услуг без заявления, и по их цифровизации. В региональном министерстве цифрового развития и связи, которое напрямую задействовано в этих проектах, в год семьи видят следующие приоритеты. В первую очередь сервисы для многодетных семей. Сервисы, которые связаны с устройством ребенка, начиная с садика, школы, внешкольной, внеурочной деятельности. Мы понимаем также, что очень большая емкая тема – это семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью. К тому же в этом году на первый план выходят темы, связанные с психолого-педагогической поддержкой родителей и детей, и в целом внедрение цифровых платформ в систему образования. Резюмируя, можно отметить то, что цифровая трансформация начинает касаться все более различных сфер нашей жизни, в том числе и семейной. Хорошо это или плохо, судить, наверное, не стоит. Просто на сегодня это путь нашего развития. И к другим темам. В Новосибирске на Димитровском мосту ведут ограничения на скорость. Напомним, к ремонту моста приступили 1 апреля. Работу обещают завершить через два года. Тем не менее, было принято решение движения на мосту не перекрывать, но ввести ограничения по скорости до 40 км в час и оставить три полосы для движения. В мэрии отмечают ремонт необходим. Мост в предаваренном состоянии. В этом году в планах у властей отремонтировать половину переправы через Обь, а в 2025 начать ремонт направления справа на левый берег. В Новосибирской области начали работу школы сахарного диабета. Обучение позволяет эффективно управлять течением этого хронического заболевания, вовлекая самого пациента в активное участие в лечебном процессе. Как это происходит, сейчас расскажем. Больных диабетом как первого, так и второго типа в Новосибирской области становится все больше, отмечают в региональном Минздраве. В реестре уже числится 100 тысяч таких пациентов. Для того, чтобы как-то облегчить им существование и научить с этим заболеванием жить, у нас организуют школы сахарного диабета. В первую очередь приглашают тех, кто только столкнулся с этим недугом, для ознакомления с ситуацией, в которую попал человек. Что можно поправить, что можно изменить немедикаментозно и тем самым снизить риски осложнений. Ну и, конечно, необходимо рассказать об развитии, если не следить за своим здоровьем, не соблюдать терапию, не контролировать уровень сахара, крови и гликированный гемоглобин, с чем может столкнуться, с какими очень серьезными фатальными наслаждениями, такими как слепота, ампутация конечностей, заболевания почек, заболевания сердечно-сосудистой системы и так далее. Поэтому в каждой поликлинике на территории Новосибирской области и организуют школы сахарного диабета. Приглашают туда и пациентов со стажем. Медики уверены, дополнительной информации о собственном заболевании лишней не будет. Очень много и вопросов, и сопоставить что-то так, и не так делаю. Ну вот я пошла. Я думаю, что она полезна мне будет, эта учеба. Учеба может стать полезной и для сохранения эмоционального здоровья. Ведь многие считают, что сахарный диабет поставит крест на их благополучной жизни. Учат человека не бояться этого заболевания. Ну а с другой стороны, его взять под полный контроль и знать, как и взаимодействовать с доктором, в том числе с государственной медициной. Какие права есть у пациентов, в том числе на льготное лекарственное обеспечение. Потому что эта группа пациентов как раз независимо на инвалидность или нет, получает бесплатно лекарственные препараты и часть медицинских изделий. Да, считается, что с сахарным диабетом жить можно. Что многие и делают. Но чтобы жить долго и счастливо, придется сильно изменить привычный быт. Об этом тоже на школе рассказывают. Пациенты с сахарным диабетом, находясь на каждом занятии, получают информацию по питанию, режиму питания, физической активности, образ жизни, какой должен быть, какие могут быть осложнения, какие точки диагностические они должны контролировать сами, методы самоконтроля, технические особенности по инсулинотерапии. Всего в каждой поликлинике региона пройдет по 10 школ. Эндокринологи уверены, что обучение пациенты должны проходить не реже, чем раз в три года. И тогда шансов не забыть о каком-либо важном нюансе, способном сохранить вам жизнь, становится гораздо больше. В Берске на главной улице города провалилась канализация. Это случилось 2 апреля. В результате образовались две огромные дыры. Свод железобетонной трубы диаметром 800 мм рухнул из-за физического износа и газовой коррозии. Тем не менее, канализация продолжит работать во время ремонта, так как в городе нет резервной линии магистрального коллектора. Работы будут проводить без остановки водоснабжения и водоотведения потребителей, заверили в администрации города. 2 апреля в международном календаре отмечен как Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, аутизм присутствует примерно у одного ребенка из 100. Поэтому очень важно в современном мире рассказывать обществу об особенностях таких людей. О том, как прошел урок знакомства учащихся обычной школы с такими детьми, расскажем в нашем сюжете. В Новосибирске немало реабилитационно-интеграционных центров, которые занимаются с детьми особенного развития. Среди них есть группы детей с аутизмом. Главная задача таких центров и занятий – это интеграция необычных детей в обычный мир, в котором они могли бы жить нормальной полноценной жизнью. Как правило, есть все-таки разобщенность, есть обычные нормотипичные дети, есть особенные дети, как будто они живут параллельно друг к другу. Мы в своей миссии видим соединение этих двух миров для того, чтобы они могли не просто быть рядом, но и взаимодействовать, дружить друг с другом, учиться друг у друга чему-то полезному. В Новосибирском интеграционном центре «Лев» около 60% подопечных имеют расстройство аутистического спектра. На сегодняшний день в центре занимается 140 детей разного возраста, начиная с маленького и заканчивая 18+. Например, этот молодой человек видит себя в сфере клининга и уже готовится к будущей профессии. Понравилось у себя дома делать именно сухой шампунь на ВАИ, и вот поэтому получил 1000 рублей. Мне это понравилось, работа очень. И люблю как раз делать генеральную уборку, но не только люблю делать генеральную уборку, я даже люблю разокрашивать, писать, читать, но рисую хорошо. В преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма в центре был проведен урок для обычных школьников, учеников 6-11 классов лицея ОРАВНЕР, на котором ребята узнали, что такое аутизм и как люди с этим расстройством видят этот мир. Я вынес много чего, да и просто было весело довольно. Все мы люди одинаковые и также одновременно разные. Точно такие же люди, как мы, просто чуть-чуть немного другие, с другим мировоззрением. На уроке была показана видеопрезентация, рассказывающая об интеграционном центре Лев и его подопечных. Участники встречи увидели различные художественные работы, которые умело нарисовали ребята-аутисты. Меня удивляет, что в основном таких детей называют неполноценными, хотя в чем-то эти люди, наоборот, преуспевают, в отличие от нас. Вот, например, как эти ребята делают то, что не можем делать мы. Многим детям в наше время очень важно знать, что такие дети существуют, и что таких детей нельзя обижать. Встреча получилась, никому не было скучно. Ребята узнали полезную информацию, которая в дальнейшем им наверняка пригодится. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok